МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В должности губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский сегодня присвоил профессиональное звание почетного экономиста Нинецкого автономного округа двум работникам в сфере экономики и финансов. Первыми среди заслуженных специалистов данной отрасли высокой региональной наградой отмечены главный бухгалтер СПК Путилиича Альбина Ануфриева и начальник финансового отдела аппарата администрации НАО Светлана Красовская. Торжественная церемония вручения наград из рук главы региона состоялась накануне профессионального праздника российских экономистов, который отмечается в стране 11 ноября. Альбина Ануфриева, 34 года, занималась финансовыми вопросами в должности экономиста и бухгалтера сельскохозяйственного кооператива Путилиича. С 1996 года является главным бухгалтером этого предприятия. Светлана Красовская отдала профессии более двух десятков лет. За это время она работала в должности главного бухгалтера и экономиста нескольких сельскохозяйственных предприятий и учреждений жилищно-коммунальной сферы окружной столицы. В органы власти пришла в 2009 году и начинала работу ведущим специалистом. Заместитель губернатора Неницкого округа по социальным вопросам Надежда Дедяева покинула свой пост. Постановление о ее исключении из персонального состава администрации подписал глава региона Александр Цибульский. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу 7 ноября и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 2 ноября. Это первая отставка в администрации НАУ после назначения Александра Цибульского временно исполняющим обязанности губернатора округа. Надежда Дедяева вступила в должность вице-губернатора 10 апреля 2017 года. Она курировала работу сразу двух профильных органов исполнительной власти Департамента образования, культуры и спорта и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. До прихода во власти с 2009 года возглавляла детскую школу искусств поселка Искателей. В декабре жители Неницкого округа получат региональную доплату к пенсии за ноябрь в увеличенном размере. Речь идет о доплатах к пенсии, размер которых до настоящего времени составлял 2708 рублей и 3100. С 1 ноября 2017 года эти доплаты были увеличены на 400 рублей. При этом Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения напоминает жителям округа, что эти доплаты к пенсиям с 2016 года перечисляются в текущий месяц за предыдущий срок до 20 числа. Таким образом, жители Неницкого округа получают октябрьские доплаты, как и пенсию за октябрь, в ноябре, ноябрьские, в декабре и так далее. С учетом увеличения размера доплат людям высокого возраста в декабре будут перечислены ежемесячные выплаты в размере 31008 и 3500 рублей соответственно. Изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Неницкого округа, о повышении этих доплат было инициировано руководством округа в августе. В настоящее время окружную доплату получают все, чей ежемесячный индивидуальный доход меньше трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в округе. На сегодня это 63 147 рублей, что сопоставимо с размером средней заработной платы в регионе. Причем по поручению губернатора, в индивидуальный доход заявителя не входит зарплата пенсионера за год, предшествующие выходу на пенсию по старости или инвалидности. Эта норма распространяет свое действие с 1 июля 2017 года. На сегодня получателями доплаты являются почти 7400 пенсионеров. Управление государственного заказа Неницкого округа объявило о проведении электронного аукциона на строительство третьего участка автодороги Нарин-Марусинск. 15-километровый участок дороги жизни должен быть построен в октябре 2019 года. Начальная цена контракта – 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Речь идет об участке длиной 14 километров 966 метров. С мостом через реку Лая длиной 108 метров следует из материалов портала госзакупок. Предполагается, что ширина земляного полотна составит 10 метров, ширина проезжей части – 6 метров, расчетная скорость движения – 80 километров в час. На участке должны появиться почти 9 километров барьерных ограждений, 49 дорожных знаков, 323 пластиковых сигнальных столбика. Начальная цена контракта – 2 миллиарда 161 миллион рублей. Работы будут финансироваться из бюджета Ненецкого округа в рамках госпрограммы развития транспортной системы Ненецкого округа. Лимит бюджетных обязательств на 2017 год составляет 150 миллионов рублей. Выделение этой суммы из федерального бюджета уже одобрено правительством. На два следующих года – по миллиарду с небольшим. Работы должны быть завершены не позднее 30 октября 2019 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября. Сами торги пройдут 30 ноября. В следующем году благоустройство общественных территорий Наринмара в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды продолжится. Об этом в интервью нашему каналу рассказал мэр Наринмара Олег Белак. В 2018 году к участию в проекте по формированию комфортной городской среды присоединится еще два муниципалитета Ненецкого округа. Таким образом, средства будут распределены между четырьмя участниками. Окончательные суммы пока неизвестны, поскольку формирования бюджета еще не закончились. Проект не принят. По словам начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ Елены Карельской, ожидается, что федерация выделит на благоустройство региона порядка 6 миллионов рублей. В текущем году размер федеральных средств составил около 10,5 миллионов рублей. Участникам СРП понравилось участие именно в таких проектах. То есть не каких-то там, условно говоря, спонсорских мероприятиях в точечных вещах, а когда спонсорские средства направлены на улучшение среды проживания жителей города, округа. То есть это, в принципе, на мой взгляд, это очень хорошо принимается иностранными участниками, и нашими участниками. Поэтому вот эта составляющая, я думаю, что она сохранится и на следующий год. По словам Олега Белака из Недропользователей, в этом году в благоустройстве общественных территорий активно участвовали компании «Лукойл» и «Зарубежнефть». У нас бюджетные проектировки, но у нас еще пока и не федеральный бюджет не принят, соответственно, наш еще не принят. Ну, хотелось бы, конечно, надеяться на увеличение этой суммы. Но в любом случае, вот о чем говорила Елена Михайловна, то есть у нас, по большому счету, было, если так посмотреть, то три источника. То есть это средства федеральные, средства окружные и средства компании-недропользователей. Если федеральные и окружные пока в проектировках существуют, но здесь нужно понимать, что процесс не завершен, пока бюджет не принят. Перечень должностных лиц Департамента природных ресурсов, экологии АПК Нинецкого округа у полномоченных составлять протоколы об экологических правонарушениях в Тундре планируется расширить. Соответствующие поправки в закон НАУ об административных правонарушениях одобрены на очередном заседании администрации региона. Речь идет о таких нарушениях, как передвижение на транспортном средстве в непосредственной близости от оленево стадо, менее 200 метров, без разрешения главы общины или бригадира, превышение численности оленей над емкостью участков пастбищ, закрепленных за оленеводческими хозяйствами, а также передвижение в период отсутствия снежного покрова гусеничной техники и грузового транспорта по землям, занятым оленями пастбищами. Сейчас правом составлять административные протоколы наделены только руководитель департамента и его заместитель. Соответственно, выезжая в командировки оленей пастбища, часто специалисты просто не могут зафиксировать и оформить наближайшим образом правонарушения. Таким образом, данный законопроект направлен на увеличение, скажем так, эффективности контрольно-надзорных деятельностей. Для повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий право составить протокол теперь появится и у специалистов главной и ведущей групп должностей ведомства, в частности начальников отделов. В Рео главы региона Александр Цибульский отметил, что эти изменения правильные. Они приведут к более эффективному исполнению экологического законодательства. Принятый администрацией Денинского округа законопроект будет внесен на рассмотрение собрания депутатов. Центр развития образования расширяет свои границы. Теперь учреждение будет проводить семинары, конференции, олимпиады и конкурсы различного уровня дистанционно. Это стало возможно благодаря приобретению дорогостоящего оборудования конференц-системы. Ее закупили на средства гранта. В прошлом году компания «Лукойл» поддержала проект педагогов по созданию конференц-зала в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Руководитель проекта Ольга Казицына показывает дорогостоящие оборудования для видеосвязи. В рамках проекта «Методика спорта Северу» была закуплена профессиональная конференц-система. В нее вошли пять микрофонов, веб-камера, блок управления, ноутбук и телевизор. Для проведения дистанционного обучения учителей физкультуры, учителей, педагогов, занятых в области дополнительного образования, ведущих спортивную деятельность, и для проведения дистанционных семинаров, обучающихся, с отдаленными населенными пунктами в Ненецком автономном округе. Для нового оборудования в Центре развития образования выделили специальный кабинет. Ведь оно свяжет его сотрудников не только с педагогами из населенных пунктов округа, но и со всем миром. Конференц-связь – это большая возможность и себя показать, и перенять опыт других регионов России, и даже стран. Технология позволяет видеть и слышать друг друга людям, находящимся на значительном расстоянии, осуществлять обмен данными и производить их обработку в интерактивном режиме. Расширить возможности ЦРО позволил грант нефтяной компании «Лукойл». В прошлом году проект «Методика спорта Северу» поддержали в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Я не верила, конечно, что проектам уделят какое-то большое внимание. Ну, конечно, чувство радости и гордости было. Я очень благодарна тем специалистам, которые приняли участие в написании этих грантов. И, конечно, эйфория прошла сразу по вручению грантов, и пришлось взяться за дело. Тем более дел у сотрудников ЦРО увеличилось вдвое. Дело в том, что компания «Лукойл» поддержала сразу два их проекта. Теперь у учреждений есть не только конференциал, но и собственная мини-типография. Более 150 тысяч рублей было выделено «Лукойлом» на приобретение оборудования. В него вошли печатный станок кониками Нольта, степлер, резак для бумаги, обрезчик углов, беговщик, рулон и ламинатор. Мы предполагаем его использовать для выпуска печатных пособий, тех методических разработок, тех статей авторских наших педагогов, которые желают, чтобы их пособие было издано в печатном виде. Также сотрудники ЦРО планируют издавать в печатном виде авторские учебные пособия, Ницкую национальную литературу, учебники по краеведению и лучшие проекты, которые реализуются на базе центра. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова получил лицензию на подготовку квалифицированных рабочих по новой профессии «Оленевод-механизатор». Запустить обучение по новой профессии техникум планируют уже с 1 сентября 2018 года. Оленеводство составляет основу традиционного хозяйствования в Ненецком округе и является ведущей отраслью в аграрном секторе региона. Таким образом, освоить входящую в топ-регион профессию можно будет, не покидая пределы округа. В рамках нового направления профессиональной подготовки можно получить две квалификации – «Оленевод» и «Оленевод-водитель мототранспортных средств». Для этого техникуму необходимо изучить потребность в подготовке таких кадров работодателей в населенных пунктах и оленеводческих хозяйствах Ненецкого округа. Данную работу образовательному учреждению помогают провести специалисты отдела по делам коренных малочисленных народов Севера, профильного органов власти. Конкурсная комиссия при окружном департаменте образования, культуры и спорта должна определить контрольные цифры приема на новую профессию в декабре. При распределении она будет учитывать данные по потребности региона в специалистах-оленеводах. Запустить обучение по профессии планируется уже с 1 сентября 2018 года. Приемная кампания традиционно начнется в середине июня и продлится до 15 августа. Зачисление в техникум будет проводиться с середины августа. На базе основного общего образования обучение по профессии оленевод-механизатор займет 2 года 10 месяцев. Эта служба и опасна, и трудна. Свой профессиональный праздник отмечают те, кто всегда стоит на страже правопорядка. 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Тех, кто оберегает наш покой и ведет борьбу с преступностью, сегодня чествовали во Дворце культуры Арктика. Там состоялся праздничный концерт с участием приглашенных руководителей, представителей органов власти Неницкого округа, местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов и ветеранов. Начальник окружной полиции Олег Яковлев поздравил сотрудников управления и ветеранов с профессиональным праздником, поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебных обязанностей и вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты, благодарственные письма, медали и нагрудные знаки. Сегодня, 10 ноября, отмечают столетие советской милиции. Это наша история, мы об этом помним. Хочется сегодня поблагодарить членов семей сотрудников органов внутренних дел. Они сегодня переносят все тяготы решения службы совместно со своими мужьями, женами. Всем огромное-огромное спасибо. С поздравителем словом к представителям одной из самых важных и ответственных профессий обратился глава региона Александр Цибульский. Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный труд. Уверен, что каждый из вас каждый день осознает возложенную на него ответственность, ведь от результата вашей работы и зависит мирная жизнь и спокойствие граждан, и уверенность в завтрашнем дне, стабильность и социально-экономическое развитие всего нашего округа. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального долголетия, успеха, служения Отечеству, счастья и благополучия в вашем семье. Днем и ночью без выходных и праздников сотрудники правоохранительных органов находятся на боевом посту. От эффективности их работы зависит безопасность жителей округа. Этот день поистине является народным и олицетворяет собой все самое лучшее, что связано с безопасностью нашей страны, общества, человека и гражданина. Отдельные слова благодарности разрешите выразить нашим ветеранам, нашим сотрудникам, которые сейчас проходят службу в горячих точках нашей страны, и тем сотрудникам, которые сейчас находятся на боевом посту. Разрешите пожелать вам, чтобы в самых глухих дебрях нашей тяжелой, но такой важной службы всегда оставалось место любви и радости. С праздником! В рамках официального мероприятия для сотрудников окружной полиции состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры Арктика. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым увеличен штраф за непропуск пешехода на зебре. С сегодняшнего дня размер штрафа составит от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Ранее он составлял 1,5 тысячи. Инспекторы ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила. Водителям рекомендуется снижать скорость перед пешеходными переходами, в свою очередь пешеходам. Прежде чем пересекать дорогу, даже по зебре лучше убедиться в безопасности маневра. Если вы видите, что приближающийся автомобиль движется слишком быстро, не спешите перебегать в проезжую часть, даже если у вас есть преимущества. Зимой тормозной путь автомобиля увеличивается, поэтому даже после резкого торможения транспортное средство не сможет сразу остановиться. И еще одна рекомендация для пешеходов. В темное время суток используйте световозвращающие элементы. 11 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Численность больных этим недугом увеличивается со скоростью, опережающей прогнозы экспертов Международной диабетической ассоциации. Поэтому важно как можно раньше выявить болезнь и начать ее лечение. С этой целью окружные медики призывают население Ненецкого округа и взрослых, и детей сдать анализ крови на сахар. Вовремя выявленное заболевание позволит предотвратить риск развития осложнений, которыми опасен сахарный диабет. 11 ноября во Всемирный день борьбы с диабетом с 11 до 14 часов дня в Арктике пройдет профилактическая акция «Узнай, не страдаешь ли ты сахарным диабетом». Будет проведен комплекс обследований, анализы крови, антропометрические данные, то есть вес, рост больного, будет врач-эндокринолог, и если будет у вас повышенное содержание сахара, вам будут даны рекомендации, вам будет рекомендовано наблюдение диспансерное у специалиста. Данное заболевание коварно тем, что 45-50% населения ходят и не знают о том, что у них повышенное содержание сахара, то есть они уже не предвестники, а первая стадия этого серьезного заболевания. По данным окружных медиков, на конец октября 2017 года в Ненецком угруге сахарный диабет имеют 1 281 человек. Это 2,9% населения. Еще 300 человек находятся в состоянии преддиабета. Однако эти данные недооценивают реальное количество пациентов, поскольку учитывают только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания, отмечают медики. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.